МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск информационной программы Акчантинфо в студии Станислава Ижга. Вначале коротко о главных темах. Компания «Эксдруппы», ответственная за расчистку проезжей части столичных транспортных артерий, не справляется с поставленными задачами. Мобилизация в 5 часов утра техники и сотрудников, а также использование нового реагента для борьбы с наледью не дали ожидаемых результатов. Встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будет главным, но не единственным пунктом насыщенной повестки московского визита президента Молдовы Игоря Дадона. Глава нашего государства намерен встретиться с представителями Молдавской диаспоры и учащимися Московского государственного института международных отношений. Представители партии социалистов и благотворительного фонда Солуция продолжают творить добро. В канун Старого Нового года их с нетерпением ждали в обществе глухих Молдовы, получили подарки и люди преклонного возраста, которые живут в республиканском доме престарелых для инвалидов и пенсионеров муниципия Кишинел. 11 января отмечается Международный день слова «Спасибо». Как говорят психологи, это слово действительно волшебное. Оно способно менять нашу жизнь к лучшему, настраивать людей на хорошее, гармонизировать взаимоотношения. Непогода продолжает создавать проблемы. 11 января из-за неблагоприятных метеоусловий была приостановлена деятельность девяти общеобразовательных учебных заведений. Речь идет о трех школах в Кагуле, двух школах в Кантемире, двух школах в Каушан, в Каушанах и по одной школе в Санчерее-Тараклее. Из-за снежных заносов на дорогах 1429 учеников в шести районах страны не смогли добраться до своих учебных заведений. Об этом аэропортует чиновники из Кантемирского и Кагульского районов, а также районов Каушень, Штефанводы, Тараклея и Гагаузии. По информации Министерства просвещения, в 23 районах страны, а также в муниципиях Бельс и Кишинелл, все общеобразовательные учреждения работают в нормальном режиме. Снежные изобилия заставляют автовладельцев передвигаться в особом зимнем режиме. Столичные власти обратились к водителям с рекомендациями по возможности объезжать дороги, расположенные на склонах. Сильные снегопады парализовали всю страну, однако больше всего от непогоды пострадали центральные и южные районы страны, где согласно данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры было задействовано большее количество снегоуборочных бригад. Аналогичная ситуация наблюдалась и в столице. Соответствующие службы приступили к уборке снега в пять утра в количестве 24 единиц спецтехники. В первую очередь дороги посыпали реагентами, чтобы не допустить образования наледи на проезжей части. Отряд из 500 дворников занялся расчисткой остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и тротуаров. Но, несмотря на все усилия, некоторые второстепенные улицы все же остались под снежными заносами. Во избежание неприятных ситуаций, связанных с движением транспорта, водителям настоятельно рекомендовали объезжать дороги, расположенные на склонах. В частности, улицы Ганя, Тимеш, Пошта, Ивадалуй-Воды, Парис, Каушень и переулок Узинелор. Также профильные коммунальные службы просят автовладельцев не парковать машины на обочинах улиц и на въездах во дворы многоэтажных домов, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике. В случае обнаружения проблемных участков для передвижения транспорта граждан просят сообщать в центральную муниципальную диспетчерскую по телефону. 0,22, 22, 22, 67 и 0,22, 22, 26, 04. Муниципальное предприятие «Эксдрупа», ответственное за расчистку проезжей части столичных транспортных артерий, не справляется с поставленными задачами. Ни экстренная мобилизация в 5 часов утра сотрудников дорожного предприятия и специализированных снегоуборочных автомобилей, ни использование нового реагента для борьбы с наледью не дали ожидаемых столичными водителями результатов. Кишиневцы заявляют, дорожники не справились с лечением парализованной транспортной инфраструктуры Кишинел. Этой зимой впервые для обработки дорог в Кишинел был использован хлорид кальция. Как ранее сообщалось с муниципальными властями, новый реагент, хоть и стоит в 4 раза дороже стандартной смеси из соли и песка, способен качественно и безопасно бороться с наледью перед температурах до минус 20 градусов Цельсия, что позволит более качественно и быстрее расчищать дороги. Под новый реагент были переоборудованы 10 единиц снегоуборочной техники. Однако, как только столица столкнулась с зимней стихией, город буквально утонул в белом плену. Хлорид кальция использовался, как было обещано, однако вместо здоровой транспортной инфраструктуры кишиневские автовладельцы получили больше грязи и больше пробок. Все дело в том, что если этот химический реагент применять неправильно, на дороге будет образовываться жижа из сталого снега, грязи и прочего мусора, что в свою очередь способствует ухудшению сцепления автомобильных шин с дорогой и, как результат, может стать причиной аварии. Стоит отметить, что во многих развитых странах Европы и всего мира использование хлорида кальция под запретом, так как экологические эксперты неоднократно указывали на пагубное воздействие химиката на одежду. К тому же хлорид кальция может стать причиной поражения кожи, слизистых и бронхов. Сотрудники компании X-Grupo, которые используют данный химикат, не смогли или не посчитали нужным воспользоваться правом на комментарий, несмотря на многочисленные звонки журналистов АКЧЕН-ТВ. От морозов и снежных заносов страдают и наши соседи. Усилились снегопады в Украине, Румынии и Болгарии. В ближайшие дни ожидаются снежные заносы, налипание мокрого снега, метели и гололедица. Синоптики советуют водителям по мере возможности не выезжать на длинные дистанции. Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, движение на ряде дорог государственного и местного значения в Одесской области запрещено в связи с ухудшением погодных условий. Кроме того, в центре самой Одессы отключили электроэнергию. В ведомстве отметили, что работы по очистке дорог от снега продолжаются. И в Румынии выпавший за последние сутки снег значительно затруднил работу коммунальных служб. Блокировано более 50 национальных дорог в 11 уездах и 3 автострады. Из снежного плена было вызвано больше 1 тысячи человек и свыше 400 машин. Из-за сильного ветра закрыты все порты на Черном море. Ограничена навигация на Дунае. Также от национальной энергосети отключен первый блок АЭС в Черноводы. Нелучшим образом сложилась ситуация и в Болгарии. Там из-за обильных снегопадов остались без электричества больше ста населенных пунктов. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Бургасской области, где от электричества отрезаны почти 95% населенных пунктов. Движение по нескольким автомагистралям ограничено либо приостановлено. По данным синоптиков, Болгария будет находиться в сложных погодных условиях еще около недели. Сложные погодные условия привели к тому, что понадобилась экстренная помощь сотрудников мобильной аварийной службы реанимации, которые организовали перевозку двух новорожденных детей с севера страны в специализированные медицинские учреждения столицы. Детали в нашем материале. Первый случай пришелся на ребенка одного дня от роду, которого перевезли из районной больницы Гладень в перинатальный центр муниципия Белц. Грудничок нуждался в более тщательном уходе, так как его состояние здоровья ухудшалось. Другой маленький пациент из района Единец был транспортирован этой ночью сотрудниками мобильной аварийной службы реанимации и высвобождения в город Белц, так как врачи постановили, что ребенку необходима дополнительная помощь. Стараниями сотрудников службы состояние детей в дороге не ухудшалось и они были доставлены в больницы. Согласно оперативной информации, за последние 24 часа 18 человек получили помощь от службы. Продолжаем выпуск. Представители партии социалистов и благотворительного фонда Солуция продолжают творить добро. В канун Старого Нового года их с нетерпением ждали в обществе глухих Молдовы. Эти люди живут в мире тишины, у них иная связь с миром и добро и зло, как никто другой они чувствуют особенно остро. И именно они, больше чем другие, нуждаются в общении, в добром слове. В преддверии православного праздника Святого Василия, отмечаемого 14 января, благотворительный фонд Солуция оказал помощь представителям общества глухих Республики Молдова. Мы инвалиды третьей группы, у нас маленькие пенсии, а мы даже не можем воспользоваться льготно транспортом. Пенсионеры, вот тоже сыреки, многие из них тоже не получают пенсию по возрасту, получают как инвалиды. Гуманитарную помощь от фонда Солуция получило около 200 человек. Для этих людей эта помощь существенна, поскольку живут более чем скромно. Люди с нарушением слуха и речи возлагают большую надежду на нового президента Молдовы, Игоря Дадона. Они уверены, глава государства не оставит их в трудной ситуации. Очень трудно выживать, очень трудно. Вот мы очень довольны, что вот пришел новый президент, я думаю, что он не оставит, будет бороться. Мы слушаем и будем верить, и знаем, что он поможет. Представители партии социалистов и благотворительного фонда Солуция неоднократно оказывали и продолжают оказывать гуманитарную помощь людям, которые так в этом нуждаются. Получили подарки люди преклонного возраста, которые живут в республиканском доме престарелых для инвалидов и пенсионеров в муниципе Кишинел. Каждый подарок важен. Тем более для тех, кому подарки достаются только по праздникам. Благотворительный фонд Солуция сохраняет и продолжает традицию помогать нуждающимся. Постояльцы республиканского дома престарелых для инвалидов и пенсионеров муниципе Кишинел были бесконечно рады не только подаркам, а в первую очередь вниманию, острый дефицит которого они испытывают. Мы будем приедем, чтобы мы не спрашиваем, чтобы мы не спрашивали. Представители благотворительного фонда Солуция надеются, что этот небольшой жест поможет нуждающимся людям преклонного возраста Республиканского дома престарелых для инвалидов и пенсионеров украсить хмурые и тяжелые дни и сохранить в их памяти добрые и теплые воспоминания. Мы поздравили, чем мы смогли. Это были пакеты. Я думаю, для этих людей это даже такой небольшой подарок, но это важно. Мы постарались из рук в руки дать эти подарки, потому что люди действительно были очень благодарны. В такие заведения, скажем так, люди попадают не от хорошей жизни, и очень многие из них находятся в тяжелой жизненной бытовой ситуации, но мы постарались сделать так, чтобы понравилось всем. Напомним, что с каждым днем все больше людей обращаются за помощью в благотворительный фонд Солуция. Большинство обращений исходят от граждан социально уязвимой категории, инвалидов, людей преклонного возраста, многодетных матерей. В Молдове завершилась кампания по вакцинации населения от гриппа, которая стартовала 15 декабря. Согласно распространенному Министерством здравоохранения пресс-релизу, прививки от гриппа были сделаны почти 170,5 тысячам человек. Среди вакцинированных почти 4600 детей и 114 тысяч взрослых с хроническими заболеваниями, 33 тысячи страдающих сахарным диабетом и 1400 человек, больных туберкулезом. Также вакцину получили сотрудники учреждений, находящихся в непосредственной зоне риска, а именно свыше 26 тысяч медработников, сотрудники Министерства внутренних дел, таможенной службы, пограничной полиции, службы чрезвычайных ситуаций и представители местных публичных органов. За период кампании не было зарегистрировано ни одного случая осложнения от полученной вакцины. Напомним, 200 тысяч вакцин были предоставлены Республике Молдова в виде гуманитарной помощи от Китайской Народной Республики. В ближайшем будущем на полках молдавских аптек появится около 100 медикаментов. 43 из них на нашем рынке будут представлены впервые. Новые фармацевтические препараты уже одобрило Министерство здравоохранения. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям представило Министерство здравоохранения для первичной авторизации 43 наименования медикаментов, а для повторной авторизации 61 лекарственный препарат. Уже подписан соответствующий приказ, 20 из новых препаратов производятся в странах Евросоюза, 17 в государствах СНГ, а еще два наименования местного производства. Четыре вида лекарств будут импортированы из Бангладеша и Индии. Напомним, что 2 декабря представители 30 фармацевтических компаний из Индии прибыли со знакомительным визитом в агентство по лекарству и медицинским изделиям, чтобы посмотреть лабораторию контроля качества. Целью визита также стало налаживание отношений с местными организациями и институтами. На данный момент имеют право поставлять на фармацевтический рынок Молдовы 40 индийских производителей. Это 366 наименований лекарственных препаратов, что составляет 6% от общего количества разрешенных к продаже в нашей стране медикаментов. Следствие представило новые факты по делу об убийстве Кристины Пархоменко. Главный инициатор избиения девушки, 17-летний молодой человек, сбежавший из страны, все это время находился в Венгрии. Четвертый подозреваемый по делу будет экстрадирован в Молдову. Как сообщает спутник Молдова, информация подтверждена прокурором Страшенского района Александром Раци. По его словам, юноша прибудет в страну рейсом Стамбул-Кишинео. Напомним, 14-летняя жительница Страшен была жестоко убита в ноябре прошлого года. Обвиняемым по этому делу проходит четверо несовершеннолетних. Один из них, 13-летний подросток, по причине малолетства не будет привлечен к суду, его родители заплатят штраф, а сам он будет поставлен на учет в полиции. Еще двое обвиняемых, 14 и 15 лет, признали свою вину и были помещены под арест на 30 суток. Заявление Анатолла Шалару после его отставки с поста вице-председателя либеральной партии вызывают множество вопросов. Новые политические сценарии, а также намерение экс-министра обороны создать новое проевропейское политформирование обсудили эксперты в рамках передачи «Рефлектор-аналитик» на телеканале АКЧЕН-ТВ. Разногласия в рядах либеральной партии привели не только к падению рейтинга этого политформирования. По словам экс-министра обороны Анатолла Шалару, главной причиной его ухода из партии является тот факт, что Михай Гимпу превратил партию в общество с ограниченной ответственностью. Эксперты считают, что уход не только Шалару, но и многих других членов партии можно объяснить диктаторским поведением лидера этого политформирования. Последние события на политической арене вызывают ряд вопросов относительно истинных причин ухода Шалару из либеральной партии. Так, экс-министр обороны Молдовы в ходе встречи с экс-президентом Румынии Троианом Басеску обсуждал возможности создания нового политического формирования в нашей стране. По мнению гостей передачи, такие политические движения, Молдавского экс-министра и румынского экс-президента ничего хорошего в нашей стране не принесут. Гости программы сошлись во мнении, что главная цель таких политических движений – получение рычагов влияния на нынешнего президента Республики Молдова. К другим темам. Весенне-летняя сессия парламента начинается 1 февраля. Соответствующее распоряжение подписал спикер законодательного органа Андриан Канду. Дата первого заседания парламента пока неизвестна, ее впоследствии назначит постоянное бюро. Согласно Конституции Республики Молдова и регламенту парламента, высший законодательный орган страны собирается на две сессии в год. Первая – весенне-летняя, начинается в феврале и длится до конца июля. А вторая – осенне-зимняя, стартует в сентябре и должна завершиться не позднее 31 декабря. Последнее в минувшем году пленарное заседание депутаты провели 23 декабря, после чего ушли на зимние каникулы. Президент России Владимир Путин подтвердил намерение встретиться с президентом Республики Молдова Игорем Дадоном 17 января. Эта информация подтверждена в сообщении агентства ТАСС пресс-секретарем главы российского государства Дмитрием Песковым. Напомним, что о предстоящей встрече Игоря Дадона и Владимира Путина, которая назначена на 17 января, стало известно после инаугурации президента Молдовы, которую посетил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. Тогда стороны выразили надежду на начало нового позитивного этапа в отношениях двух стран. Сегодня в молдавских СМИ появились некоторые подробности поездки молдавской делегации в Москву. Как отметила на своей странице в социальной сети Башкан Гагаузи Ирина Влах, официальный визит нашей делегации в Москву во главе с президентом Игорем Дадоном состоится с 16 по 18 января. Руководитель Гагаузи пригласила соотечественников, проживающих и работающих в Москве и Московской области, на встречу с президентом Республики Молдова, которая пройдет 18 января в Большом концертном зале Дворца пионеров на Воробьевых горах. Президент Республики Молдова подведет итоги визита нашей делегации в Российскую Федерацию и официальной встречи с президентом России Владимиром Путином. Проинформирую вас о социально-экономической ситуации в Гагаузи и планах нашей команды по развитию автономии. Обсудим проблемы, с которыми сталкиваетесь вы, наши земляки, за рубежом. Также в ходе московского визита президент Республики Молдова Игорь Дадон встретится со студентами МГИМО и примет участие в презентации книги по истории Молдовы. Отметим, что поездка в Москву – это первый официальный зарубежный визит Игоря Дадона в качестве президента Республики Молдова. К событиям в мире. Президент США Барак Обама во вторник вечером выступил с последним в качестве главы государства обращением к американцам, в котором подвел итоги своего восьмилетнего президентства. По его мнению, итоги весьма позитивны. Благодаря общим усилиям Америка стала лучше и сильнее, чем в 2009 году. Россию и Китай, правда, Обама назвал соперниками Соединенных Штатов, которые, впрочем, не могут справиться с США по степени влияния в мире. Да, мы смогли. Лейтмотив – прощальные речи уходящего 44-го президента США Барака Обамы. Он выступил перед своими сторонниками в Чикаго, где 8 лет назад объявил о своей победе. Если бы я вам сказал 8 лет назад, что Америка победит рецессию, если бы я сказал вам, что мы откроем новую страницу отношений с кубинским народом, положим конец иранской ядерной программе без единого выстрела, расправимся с вдохновителем атак 11 сентября. Если бы я сказал вам обо всем этом, вы ответили бы, что мы метим слишком высоко. Но мы все это сделали. Вместе с Обамой, с избирателями попрощалась его семья, а также вице-президент Джо Байден. На 20 января намечена инаугурация нового главы Белого дома, республиканца Дональда Трампа. Серия взрывов в Афганистане унесла жизнь более 50 человек. Еще около 100 пострадало. Первые теракты произошли в Кабуле. Смертник подорвался возле правительственного здания на улице Дар-Уль-Аман. Там же на воздух взлетел заминированный автомобиль. 38 человек погибло, десятки были ранены. Ответственность на себя взяла группировка «Талибан». По всей видимости, целью нападения были парламентарии. Затем в Кандагаре, в гостевом доме, во время встречи местного губернатора с послом, взорвалась бомба. По меньшей мере, 11 человек погибло. Наконец, в южной провинции Гельмент взорвался смертник. Семь человек были убиты, шесть других пострадали. Неподалеку был обнаружен заминированный автомобиль. Кто ответственен за последние два взрыва, пока неизвестно. Однако о нападении почерк «Талибана», мишенью для которого в основном являются представители власти и силовых ведомств Афганистана. Боевики террористической группировки «Джипхан-ан-Нусра» на протяжении трех недель удерживают жителей Дамаска без питьевой воды. В конце декабря террористы взорвали водопровод в долине Барада, который снабжает сирийскую столицу питьевой водой. Также в руках боевиков «Джипхан-ан-Нусре» оказалась водонасосная станция «Айн-Аль-Фиджи». Теперь каждый день люди вынуждены тратить по несколько часов на поиски и доставку питьевой воды. Всем известно, что там в воде примеси нефти, а чистая вода есть только здесь. Мы приходим сюда за водой и потом проделываем долгий путь обратно. Когда дома вода заканчивается, мы опять возвращаемся сюда. Как сотрудники гуманитарной организации мы не можем зависеть от обстоятельств. Мы должны действовать не в личных целях, а в интересах людей. Неправильно лишать человека предметов первой необходимости. Топливо, вода и все общественные структуры, включая школы и другие учреждения, принадлежат сирийскому народу, а не правительству или отдельным лицам. Командование сирийской армии 7 января через посредников смогло достичь соглашения с боевиками. В его рамках боевики должны были пустить инженерные бригады для восстановления водопровода. А на втором этапе армия была готова предоставить безопасный коридор для всех желающих покинуть пригород Дамаска и отправиться в Идлиб. Так же, как это было сделано в Алеппо. Но воплотить в жизнь намеченный план полностью пока не удалось. 11 января отмечается Международный день слова «Спасибо». Как говорят психологи, это слово действительно волшебное. Оно способно менять нашу жизнь к лучшему, настраивать людей на хорошее, гармонизировать взаимоотношения. Некоторые исследования показали, если чаще выражать благодарность другим людям, улучшается физическое здоровье, укрепляются социальные отношения, а положительное эмоциональное состояние помогает справиться со стрессом. На каком бы языке слово «Спасибо» не звучало. «Спасибо». «Спасибо». «Браво». «Мерси». «Туда раба». «Молцумеск». «Граци». «Аша обаушек». «Тэнки». «Дякую». «Сегодняшний день – отличный повод вспомнить о том, что наша повседневная жизнь состоит из мелочей. Поэтому позвоните родным и близким. Скажите им заветные, волшебные слова благодарности. Ну а мы, пользуясь случаем, говорим вам, любимые телезрители. Спасибо вам за то, что вы каждый день с нами. Сакчин ТВ. Необыкновенное по своей красоте видео появилось в социальных сетях. На днях гидрегическое водохранилище облюбовали несколько лебедей. Эта стая, судя по всему, не спешит улетать на юг. А возможно, как говорят экологи, благодарные птицы решили остановиться на привал. Отдохнуть, набраться сил и найти еды, чтобы в сытости держать путь дальше. Место для этого они выбрали самое подходящее. Небольшой участок водохранилища, благодаря течению, не замерзает. И потому птицы запросто могут там поплавать. Волноваться за здоровье пернатых, говорят специалисты, не стоит. Эти птицы довольно стойкие к холодам. Они позже всех улетают и раньше всех прилетают в наши края. Поэтому, скорее всего, привал на гидрегическом водохранилище – их временное пребывание. Откуда они улетят дальше по намеченному лебединому маршруту. Таким увидели этот день журналисты телеканала Акчин ТВ. Далее прогноз погоды. А я, Станислав Ижго, с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова